МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. Меня зовут Андрей Горгуленко. И сегодня мы расскажем, как самарский спорт возвращается к нам после пандемии коронавируса. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третий раз за шесть лет самарские крылья советов новый сезон начнут в футбольной национальной лиге. С самарскими воспитанниками в составе хоккеисты ЦСКА ВС готовятся к старту чемпионата. Олимпийские медали пока откладываются, как пандемия изменила планы фехтовальщиков братьев Бородачевых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крылья советов все же покидают элиту российского футбола. Подмосковные химки приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Таким образом, самарская команда, занявшая 15-е место в чемпионате России, переходит в лигу рангом ниже – футбольную национальную лигу. Об итогах прошедшего исторического сезона для крылья советов расскажем в следующем сюжете. Крылья советов снова вылетают в футбольную национальную лигу. Сезон для волжан, которыми на тот момент руководил Меодрак Божевич, начинался очень удачно. В первом туре подопечные графа преподали хороший урок московскому ЦСКА. Зелено-бело-синий не оставили шанса в столичной команде. Тогда они не только обыграли одного из грандов чемпионата России, но и зажгли на футбольном Олимпе новую звезду. Александр Соболев дважды породил ворота Игоря Кенфеева в официальном дебютном матче и в одно мгновение завоевал любовь местных болельщиков. Успехи молодого форварда сразу же породили огромное количество слухов. Соболева сватали в английский Манчестер Юнайтед и в дортмундскую Боруссию. В итоге Александр сделал выбор в пользу московского «Спартака», где сейчас пользуется доверием главного тренера Домини Котедеско. После весенней паузы крылья советов уже не показывали фееричного футбола, который ставил в начале сезона Меодрак Божевич. Команда все ниже и ниже спускалась на дно турнирной таблицы. Руководство «Волжан» решило расстаться с иностранным специалистом. На пост главного тренера пригласили Андрея Талалаева, который проявил себя в подмосковных «Химках». Команда уверенно разбиралась с соперниками и шла к главной цели – выхода в российскую премьер-лигу. Эта рокировка оказалась судьбоносной. В первой же игре Андрей Талалаев сумел серьезно настроить свою команду на матч с «Локомотивом». Железнодорожники едва устояли, ведь если бы от самарцев не отвернулась удача, они могли бы увезти из Москвы три очка. Вместо этого пропущены гол в компенсированное время и досадная ничья. Дальше была домашняя встреча с Ростовом. Подопечные Карпиной Талалаева устроили настоящее побоище на футбольном поле. Как итог – два удаления и целая россыпь желтых карточек. Следующий матч воодушевил не только футболистов Крыльев, но и самарских болельщиков, которые сголодались по победам. Подопечные Андрея Талалаева разгромили «Тульский арсенал». Сумели забить четыре мяча. После скомканная игра с «Динамо», ничья с «Краснодаром» и техническая победа над Сочи. В стане «Южан» обнаружили коронавирус. В итоге «Волжане» заняли 15-е место, но надежда на сохранение прописки в элитном дивизионе еще теплилась в сердцах футболистов и болельщиков. Крылья могли остаться в РПЛ, ведь «Химки», занявшие второе место в чемпионате рангом ниже, никак не могли найти деньги для выступления в Премьер-лиге. В конечном итоге средства нашли, а на прошлой неделе в Российском футбольном союзе объявили окончательный состав участников РПЛ и ФНЛ. После окончания сезона Талалаев получил предложение от клубов РПЛ и попрощался с Самарой. По информации федеральных СМИ, на смену ему придет главный тренер Чертанова Игорь Осинкин. Крылья начнут новый сезон на Самаро-арене 2 августа. Они сыграют матч с Калининградской Балтикой. К новым играм готовятся и другие крылья. Крылья мечты. У команды, состоящей из особенных детей, появилась новая площадка с газоном мирового уровня. В Самаре завершилось строительство двух футбольных полей. Одно у 139-й школы, другое у 53-й. Стадионы оснащены по всем современным требованиям. Подробнее в следующем сюжете. Футбольная команда «Крылья мечты» состоит из особенных игроков. Это ребята с ментальными нарушениями. Они уже сменили не одну площадку в поисках своего стадиона. Начинали играть на песчаном поле с камнями. Теперь свои тренировки команда будет проводить на новом изумрудном газоне у 139-й школы. Тренер команды уже заметил – ребята занимаются с огромным удовольствием. Когда новая хорошая зеленая травка, они выходят, и у них сразу глаза загораются. То есть они сразу щупают траву, быстрее поиграть, по мячику покатать. То есть даже без слов понятно, что им все понравилось. На футбольном поле размером 20 на 40 метров уложили современный 4-сантиметровый искусственный газон с резиновой крошкой. Он соответствует всем стандартам FIFA. На такой же траве проводят международные соревнования. Поле окружено забором, который не позволит улетать мечам. Установлены 4 мачты освещения. Гарантия на площадку 5 лет. Но при должном уходе поле прослужит гораздо дольше. За газоном иногда нужно следить, то есть подсыпать вовремя крошку, чтобы не вытаптывалось оно, чтобы борс не ломался. И тогда она прослужит. Аналогичную площадку закончили возводить и у 53-й Самарской школы. Теперь здесь будут проходить уроки физкультуры и тренировки местных детей. Директор школы говорит, что сами жители уже интересуются, когда можно будет опробовать газон. Это долгожданный подарок как для учеников нашей школы, так и для жителей микрорайона. Площадки построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. У нас чемпионат мира прошел, требования и желания появилось очень много, и в связи с этим как раз вот такие проекты мы стали реализовывать, в том числе и в городских округах. В этом году в Самарской области предусмотрено строительство 22 спортивных площадок разных форматов. Подготовку к новому сезону ведут и хоккеисты ЦСК ОВС. Впервые за несколько лет в команде будут играть самарские воспитанники. Тренируются хоккеисты не только на льду, но и на открытом воздухе под жарким солнцем. Наша съемочная группа увидела процесс и узнала, какие цели руководство клуба ставит перед игроками. Жара на улице под 40, а хоккеисты ЦСК ОВС на спортплощадке к новому регулярному сезону высшей лиги готовятся в непривычных условиях. Москвич Сергей Денисов с детства хотел играть в нападении, но первый тренер увидел в нем вратаря. Интуиция специалиста не подвела. И сегодня Сергей – один из ведущих галкиперов ЦСК ОВС. Самарскую команду выбрал не случайно. Знаю главного тренера, менеджмент здесь. Видел, какие ребята подбираются, коллектив какой. Поэтому сомнений не было никаких. Хотелось стать частью этого коллектива, помочь добиться серьезных целей. Настроение отличное на самом деле, потому что все соскучились по льду с известной ситуацией в стране у нас. Поэтому с удовольствием вышли, с удовольствием прошли медовследование. Сейчас на лед вышли тоже с настроением. Тренерский штаб ЦСК ОВС в межсезонье укрепляет линию обороны и вратарский сектор. Нападающие в прошлом чемпионате высшей хоккейной лиги показали хорошие результаты. Из прежнего состава остались 14 хоккеистов. Контракты новичков подписали три самарских воспитанника. Сейчас вообще тенденция такая, она достаточно положительная в самарском регионе. Работают школы и в Тольятти, и в Самаре. И я скажу, что самарская школа, она так серьезно подтянулась. Вот, она дает воспитанников и достаточно так неплохих. Конечно, не хватает им ступеньки для высшей лиги. Еще одно, ну, мое мнение, что это нужна команда где-то в ХЛБ. Вот, чтобы они там обкатывались, именно обкатывались со взрослыми игроками, а не в собственном соку. Вот им нужна эта ступенька после ЮХЛ. В новом сезоне у ЦСКА ВВС задача минимум – участие в плей-офф высшей хоккейной лиги. Для нас цель и задача – выходить, выигрывать, показывать хоккей, который будет нравиться болельщикам, за который не будет стыдно ни нам, ни игрокам. Вот, естественно, биться, показывать результаты в каждом матче. Ориентировочно чемпионат высшей хоккейной лиги стартует 4 сентября. До этого хоккеисты ЦСКА ВВС проведут 11 товарищеских матчей. Первый намечен на 25 июля в Тольятти с местной «Ладой». Затем их ждут команды «Барс» и «Нефтехимик». Закончится межсезонка розыгрышем Кубка «Лады». Пандемия коронавируса вмешалась в планы Кирилла и Антона Бородачевых. Братья-фехтовальщики, которые неоднократные победители первенств мира и Европы вышли на пик формы, стали лучшими раперистами в стране и готовились покорять олимпийские вершины. Но игры в Токио отменили. Как помогают братьям совместные тренировки и тяжело ли сражаться друг против друга на соревнованиях, расскажем в следующем сюжете. Эта братская дуэль вполне безобидная и дружелюбная. Фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы тренируют уколы, выпады и защиту. В феврале такая же дуэль случилась в финале первенства Европы. Одолев всех соперников, братья встретились в главном матче турнира. Кирилл колол точнее и взял золотую медаль. Когда ты доходишь с братом именно до финала, это, конечно, несложно. Ты уже понимаешь, и тебе не жалко, да, понимаешь, что победить сильнейших в этом бою, да, и тебе не жалко, да, допустим, отдать медаль золотую там, да, брату, либо там, чтобы занял какой-то другой, да, твой соперник. Финалы юниорских первенств для братьев дело привычное. Они регулярно брали золото и вместе в командных соревнованиях, и по отдельности в личном разряде. Говорят, что успехов добиваются благодаря друг другу. Здоровое соперничество и конкуренция способствуют постоянному развитию. Кирилл начал, да, пораньше показывать результаты, вот, он как-то поострее, что ли, он у меня был, вот. Но мы с тренером тоже не переставали работать и подтягивались спокойно, ну, может, так сказать, стремился за братом, да, за его результатами первыми. Успешно выступать на соревнованиях братьям помогает не только талант, но и отношение к делу, рассказывает их тренер Ирина Орлова. Они упорно тренируются, а на турнирах не теряют хладнокровие даже в самых сложных поединках. Они этим и отличаются от других спортсменов. Те, которые уже в ходе борьбы подустают, особенно когда еще же мелкие вот эти движения, концентрация очень высокая, противник уже сникнет, а вот мои ребята все еще борются. В этом сезоне оба брата были в прекрасной форме. В рейтинге лучших раперистов страны Кирилл был вторым, а Антон – четвертым. Они должны были ехать в Токио на летнюю Олимпиаду в составе сборной России. Но из-за пандемии турнир перенесли. Тем не менее, их планы не поменялись. Они все еще нацелены взять для страны командное олимпийское золото и встретиться друг с другом в финале личного разряда. Воспитать больше таких талантливых фехтовальщиков помогут новые условия в спортивном комплексе на улице Мичурина. Чтобы восстановить старое здание, подрядчики консультировались с историками. О новых залах для фехтования расскажем в следующем сюжете. Екатерина Тарасова занимается фехтованием 12 лет. Вспоминает, в спорт ее привела подруга. Думала ненадолго, но затянула. Сейчас в коллекции спортсменки десятки медалей. Я за плечами участие в российских и международных состязаниях. До пандемии турниры по фехтованию проходили каждый месяц. Готовились к ним ежедневно. Последние три месяца занятия проходят дома. От этого их эффективность снизилась. Тренировались дома как могли. Но, сами понимаете, дома условий вообще нет. И пространство маленькое. Тем более, с оружием вообще не позанимаешься. А здесь такие масштабы теперь можно разгуляться. Туальчикам очень важны условия для тренировок. Потому что это такой спорт, где нужна аппаратура, которая занимает немало места. И дорожки, и сами аппараты. Еще нужно, конечно, пространство, чтобы заниматься передвижением. Как бы двигаться в стойке, отрабатывать свою технику. Нужно зеркало также, чтобы следить за собой, исправлять какие-то свои ошибки. В центре фехтования 164 воспитанников. В здании на Мичурине умещались не все. Часть ребят ездили на Циолковского. В прошлом году в прилегающем к основному корпусу здании начали делать ремонты. Это дореволюционная постройка. В 1910 году здесь располагалась конюшня. А в начале нулевых проводили арт-выставки. В последние годы помещение пустовало. Исторический облик здания решили восстановить. Чтобы воспроизвести фасад и крышу в первоначальном виде, приходилось консультироваться с историками. Очень много удалось сохранить то, что было построено нашими отцами и зидами. Вот что радует. Фасад, кровлю, некоторые элементы девочных работ. Для отделки фасада понадобился старинный кирпич, отыскать который оказалось непросто. Состояние здания на момент начала ремонта оставляло желать лучшего, говорят строители. Помимо фасада здесь полностью поменяли кровлю. Все перекрытия и балки. Помещение полностью адаптировали под фехтовальную школу. Здесь появилось спортивное оборудование, зеркала, раздевалки, сауна, фехтовальные дорожки. Спортивный центр оснащен по европейским стандартам. Мы всегда готовы. Тут осталось немножко доделать. В принципе, условия сейчас этой пандемии, режим самоизоляции, как раз полностью закончится. И как раз мы станем полноценными, полноправными обладателями этого прекрасного зала. Работы идут с обережением графика. Через пару дней строители должны сдать объект. Хотя в планах было закончить только в августе. Проверить обновленный спорткомплекс приехала глава города Елена Лапушкина. А у вас не смущение, что-то вот кирпичи, брутально? Нет, мне кажется, очень интересно. Мне тоже интересно. Что планируете сделать? Здесь можно давать институальные уроки спортсменам. Места немного, но в принципе, дороже. До этого, в принципе, небольшой везде, огромный. То есть, тренер одевается полностью, вот на маску, на грудь, на руках, на дайку, на дайку, на дайку. 12 килограмм весит, это всякий природ. И, в принципе, не молиться с учеником. Да и вот лучше обратно, да, что-то все так вот. Занятия в спортивном комплексе начнутся сразу после снятия всех ограничений. Впереди у спортсменов амбициозные планы первенства России. На этом на сегодня все. Увидимся с вами в следующих выпусках программы «Мастер спорта» на телеканале «Самара ГИС». Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...